всем привет с вами и канал замуж за чеха что в этих коробочках сегодня мы с вами будем распаковывать мы накупили вина не подумайте мы не алкоголики но мы любители хороших вин в том числе поэтому мы расскажем что это за вина вообще как мы их купили за миланчиком гонялись наверное лет восемь пока мы сделали этот заказ в общем все узнаете мы сами вместе распакуем и сегодня вечером попробую ну что ж мы начинаем поехали еще один любитель вина посмотрите мы поставили коробки еще их не конечно и главный любитель вина контролер сразу же должен был лечь на коробке и проверить дачить все в порядке ее так супер добрый так друзья я расскажу небольшую вообще предысторию всего вот этого я думаю что у вас ваших странах кстати напишите мне комментарии естественно есть такая такие фирмы подобные вот этой фирмы которая называется нир файн вайн в общем эти вина которые они продают вы не купите нигде не в ресторане нет возможности попробовать продегустировать нигде в магазинах нигде на интернете вы их не купите эта фирма вообще как нам представители приехал сам представитель помню это был зам генерального директора в общем одного из одного из филиалов вообще мило за миланчиком уже гонялись наверное лет восемь минимально то есть естественно них есть большая датабаза база клиентов которые потом рекомендуют своих каких-то знакомых и они естественно вам звонят и говорят что не желаете ли вы попробовать винца естественно такая вещь она не без обязательств то есть к вам приезжает человек вот этот вот директор к нам приехал с таким большим чемоданчиком и вы дегустируете вина то есть к вам привозят домой вина вы их дегустируете и как бы вы не обязаны их покупать но естественно мы их попробовали нам они очень понравились и мы выбрали из тех презентаций вин который нам привезли несколько видов сейчас мы как раз посмотрим я вам расскажу то есть эта фирма она уже как как я помню он сказал лет 40 назад возникла где-то в негермании потом появился здесь в чехии филиал но он сказал типа шмы уже как самостоятельная фирма что они делают они ездят по всему свету то есть конечно у них вина представлены с европой с австралии с новой зеландии с южной африки из америки то есть главный главный директор вот с этим заместителем ездит и ну еще там разные дегустаторы и выбирают вина то есть он говорит у нас реально эксклюзивные вина одни из лучших потому что и главное что еще очень выгодно это одни из к из из качества из качественных вина реально качественные вина то есть совершенно другого уровня чем такие вот беженые да так называемые вина которые продаются в магазине и средняя бутылка когда вот вы покупаете через них она выйдет вам руку насколько дешевле ну наверное процентов на 20-30 минимально она выйдет дешевле чем если бы вы покупали вот в тех государствах да где где эти откуда эти вина производятся значит приблизительно вот в этой партии что мы здесь заказали конечно через них нельзя купить одну-две бутылочки то есть конечно предполагать что вы накупите немножко побольше средняя бутылка вот в нашей покупке вышла около 500 крон это со скидками которые естественно вы как я сказала получите если через них покупаете то есть 500 крон это грубо говоря 20 евро это так правильно да 20 евро приблизительно одна бутылка ну что ж давайте откроем у них такие фирменные коробочки сейчас я вам покажу поменьше коробочка побольше коробочка ну что давайте начнем с меньшей коробочки вот с этой я честно говоря даже как бы вообще ну помню что я выбрал помню три вида вин я люблю белые сладкие вина полусладкие миланчик красный поэтому здесь должен быть набор белых красных вин так здесь у нас сколько 55 бутылочек в этой упаковке потом мы сами это вытащим это наверно мне да это белое это который мне нравилось по ходу дела тоже такой же да и вот три бутылочки вот это твое да ну в общем сейчас потом это вытащим на стол еще и потом посмотрим так что здесь у нас пять бутылочек в этой коробочке и у нас две очень тяжелые вот такие коробочки сейчас мы их давайте тоже быстренько здесь откроем ну тяжелая вот эта коробка реально то есть сколько здесь у нас шестью двадцать четыре да нет шестью восемнадцать восемнадцать да это так умею посчитать нет здесь шесть два четыре опять пардон я насчитала шесть 15 к бутылочек коробки вот это тоже самое по 6 бутылок он нам должен был до от каждого вина то есть это получается да это вот мое твое это тоже твое которое тебе очень понравилось тоже миланчик это у нас красное вино откуда вот это вино так а мне понравилось да я уж на что не люблю красный вина последнее время но он меня уговорил вот на одно вино очень классная очень друзья это реально очень классный вино то есть он говорит я пытаюсь да и чтобы не менее упустить бутылку это реально классные вино очень качественные и я говорю это совсем другой уровень вин в общем давайте посмотрим что еще вот в этой коробочке и по вкусу это вот просто божественно когда мы попробовали я сказал ребятки все я беру я хочу я хочу ну да здесь у нас фактура лучше вам не показывать фактуру так здесь таких сколько должен быть по 6 2 наверное подожди а это это то что было в том да в том малой коробке еще достали бонус да это тоже самое это вино так подожди это это тоже самое я просто увидела вот эти вот бутылочку с этими это да вот это вот то что там начали дожди а это какой-то бонус да вот этот наверное совсем другая нет нет подожди это немножко другие видишь это мушкат что-то я не поняла то что вот такая вот одна по этой да какой-то бонус нам наверное дали ну в общем вот как-то так сейчас это все я вытащу и спокойно мы с вами еще посмотрим но такой же только по судя по я просто сейчас рихлос видишь смотри это же одна только такая она тот бонусом сказал да который мне тоже понравился этот мушкат бонусом нам дал ну чтож я сейчас это хочу все вытащить на стол еще разложить по видам посмотрим еще раз дочек с вами что это за вина я потом это все отнесу в склеп наш винный склеп и какое-нибудь винцо мы сегодня вечерком попробуем ну естественно пишите конечно же от вас жду как всегда ответную реакцию расскажите любите ли пить вина какие вина откуда вина может быть что-то покрепче а может быть вы вообще не пьющий это тоже нормально пардон сегодня про какой-то алкогольный влог получается и не дай боже это не реклама во первых и во вторых это естественно не реклама алкоголя то есть мы с вами естественно за здоровое хотя сказать питание здоровый образ жизни просто вот чисто вам такая информация игру мне просто интересно ответную реакцию узнать у вас если вы пользуетесь такими услугами может какие то мы с вами узнаем интересные вещи когда вы поделитесь с нами ну что ж в общем я иду это все вытаскивать и нужно все это перетащить в подвал тяжелые коробки очень тяжелые реально так ну вот так вот ну кому интересно фактура хотите фактуру я вам покажу адрес закроем фактура вот вышла на 15000 этих эти бутылочки на 15000 крон до 15000 321 крона такая радость то есть среднем бутылка у них по цене 420 570 такой разброс идет в общем так вот еще плюс за до праву то есть мы заплатили за курьера потому что эти коробки нам сегодня привезли курьером ну что ж идем вытаскивать это все из коробочек окошка кстати не пришла открывать коробки коробки проверила но не пришла на открыть продолжаем друзья я вытащила все видно из коробок сначала думаю что это я все разложу в кухне но мне не хочется туда таскать в общем сейчас мы с вами посмотрим еще разочек я их разложила по видам естественно вы должны брать в расчет что я не дегустатор вин профессиональный я как говорится любитель в плане потребитель поэтому естественно я не смогу вам об этих винах рассказать так как бы это рассказал профессионал винодел там и так далее так далее поэтому уж простите меня я вам просто сейчас покажу вина с двух сторон расскажу какое-то вино ну а потом кому что-то будет интересно может потом вы его где-нибудь хотя я думаю все равно где-то найти можно будет найти вина хотя как бы в чехии по крайней мере они я думаю что эта фирма естественно сделает все что потом эти вина нигде нигде не было возможности купить только естественно через них и ну в общем так вот так что давайте посмотрим что здесь у нас представлена давайте начнем вот этого вина это вино которое из южной африки южно африканское вино здесь 13 процентов 750 миллилитров это вино понравилось миланчику это красное вино вот таким образом она выглядит перед ней этикетки с лица как говорится медиум свит полусладкая миланчику очень понравилось вот это вино и вот собственно информация пенотаж 2020 года так по-чешски здесь я не вижу никакой информации вот если вам будет интересно а вот здесь вино червич полусладкая но грубо говоря ничего как говорится нового здесь на мне написали так это вот выбрался миланчик ему это понравилось но на таких 6 бутылок нам дали так вот это уже мой выбор был это белое вино белое вино которое вот собственно вот так она выглядит с этой стороны испанское вино и вот с этой стороны но выглядит так что нам пишут это сладкое вино сладкое вино как мушкат да по типу мушката если я не ошибаюсь что здесь нам еще пишут принципе в общем то большее белое сладкое все так что вот мне очень понравилось 12 процентов 750 бутылки большие эти так что вот таких нам дали 6 бутылочек так дальше вот это очень мне понравилось вино единственное что я что-то как-то не поняла здесь две бутылки 500 миллилитров и 6 бутылок идут 750 миллилитровые вот такая этикетка у них с передней стороны и на задней что 2020 ризлинг вино ну это твити процентный такой столовая до немецкая продуктов германия до немецкие немецкое вино напишите если кто-то такие вина пробовал как вообще вам на вкус может кто-то что-то посоветует от себя еще тоже вы знаете что всегда мы открыты советом каким-то да дебатом поэтому так вот это вот вино она в другое то есть по этикетке она похожее но причем как я здесь поняла здесь их три вида типа того это у нас идет тоже мушкат это все белое белое это австрийское вино 22 что нам здесь пишут белая полусладкая на полусладкий на сладкий но друзья мои очень вкусные вина на самом деле мы кто смотрел наше видео из-за венгрии так вот так мы накупили в этот раз у нашего любимого дядечки рядом с имерой который стоит винодел вина болотонские пять бутылок мушката мы вот так выпили прям вот уже уже его нет очень вкусная вот это немножечко отличается бутылочка это у нас тоже все австрийская 22 что здесь напишут не могу никак найти белое полусухое тоже но по вкусу немножко отличается да эти три бутылки у них как бы раз разные да назад я уже не помню приехал и говорит представитель фирмы директора очень-очень много привез на дегустацию вин и вот мы с миланчиком выбрали собственно вот эти конечно нам там расписывал как это все но это у нас что 21 год 11 с половиной 750 миллилитров вино белое сухое а это по миланчик наверное выбрал если я не ошибусь по моему тоже вот это вот сухая бутылочка так едем дальше вот здесь это у нас что этот это красное вино это красное сладкое испанское тоже я смотрю судя по испанское сладкое знаете я настолько это красное вино я я ему сказал говорю для меня пожалуйста белые сладкие полусладкие но когда ему объяснила просто говорю как вот мне не нравится красные готовы сейчас момент и вытащил мне если я не ошибусь наверное может быть вот эту бутылочку я попробовал сказал да хочу это австралийское вино ред вайн красное вино и она сейчас друзья мои не могу найти информацию здесь как бы по-английски кто хочет почитайте потом а а а а а а а информацию 22 года 750 миллилитров 14 с половиной а это оно по-моему должно быть тоже сладко если я не ошибаюсь ну в общем вот так вот мы подкупились и на самом деле как бы не жалеем это очень очень вкусный вина так что нам ну что до конца года до конца года нам хватит яночка еще приедет тоже естественно будем пить венцо ну и давайте вечерком с вами откроем бутылочку какую-нибудь и счет тоже с миланчиком продегустируем и тоже поделимся своими ощущениями так что вот кому интересно вот вина вы видели остановите сделайте стоп кадр и кому потом интересно можете потом попытаться эти вина поискать тоже на интернете или в магазинах мы открыли бутылочку красненького вот такого на ваше здоровье что ждем ваших комментариев делитесь своими вкусовыми предпочтениями винными и и до встречи в новых влогах видео и стримах папа папа папа